Всем привет, с вами Галалейла и сегодня я решил подвести итоги группового этапа тех прогнозов, которые я давал в предикторе, а также покажу вам статистику тех моих шоц видео, я давал прогнозы именно уже для ставок в букмекерской конторе и покажу в плюсе я или в минусе. В общем, все то, что вы мне писали в комментарии, я учел и где вы писали там, да это плохая ставка, мягко говоря, это хорошая. В общем, сейчас будем все смотреть. Итак, по поводу предиктора все довольно-таки просто. Первый и третий тур оказался не очень хорошим. Ну, давайте просто пролистаем тогда все матчи. Если посмотреть, то здесь сразу набирал там 7-8 очков, шел неплохо, потом вот 2 очка, 5. Но вы знаете, вот чем был хорош первый тур, так или иначе очки я набирал. Тут вот подбивала только Украина-Румыния. Кстати, если возвращаться вот к Бельгии, Украине, вот к этой группе, там, пожалуй, произошла, наверное, одна из самых больших потерь очков. Но прошу также обратить внимание, что ни одного результата в первом туре я не угадал. Потому что в первом туре всегда тяжело прогнозировать. Тяжело прогнозировать. А вот если взять третий тур, второй пока пропустим, как вы видите, я там набрал наибольшее количество очков. А вот третий тур вообще оказался провальным. Вроде сначала начал хорошо, а дальше пошло 2 очка, 2 очка, 2 очка, 2. А дальше вообще нули. Голландцы подвели, там 2 очка тут, 2 здесь. И вот опять же, да, Украина-Бельгия. Ну вот как-то эти сборные прям очень сильно меня подвели. Но концовка спасла ситуацию. Словакия-Румыния, угадан счет. А матч Чехия-Турция, помимо того, что угадан счет, еще угадана и сборная, которая откроет счет, и игрок. И здесь, конечно, 20 баллов. Вот эти спасли ситуацию. Ну и заключительный матч, конечно же, провалился. Еще и бустер на нем стоял. В общем, немножко третий тур вот как-то не пошел. А вот если посмотреть матчи второго тура, то там все было великолепно. Там были тоже провальные матчи, но так или иначе, начал сразу 2-2. Хорватия-Албания я угадал, 15 баллов. Потом угадал матч Германия-Венгрия, 12 баллов и так далее. Вот здесь был. Конечно, я не ожидал ничьи Шотландии и Швейцарии. Верил в Швейцарию. Вот. Ну, вот угадал Данию-Англию. 25 очков. Более того, здесь и сборную, и игрока угадал, кто забьет. В общем, как-то было вот во втором туре очень и очень хорошо все заходило. Ну, опять же, голландцы, Франция. Ну, нулевые счета, если где всплыли, все, это значит я мимо. Я потому что всегда верю в голы, потому что гололейла там, где голы. Вот. Соответственно, второй тур, здесь еще и бустер сработал, второй тур прекрасно, прекрасно зашел и принес мне целых 92 балла. Для примера, первый тур 51 балл, третий тур 49, плюс-минус одинаково первый и третий тур. И если посмотреть лигу, на каком же я месте? Моя лига, гололейла, ну, там я первый, в общем, это ни о чем не говорит, ничего не значит. А если посмотреть в мире, то я на 134 594 месте. Ну, вы знаете, почти из двух миллионов это так вот неплохо звучит, да, так если прикинуть. Вот. В России я на 1247 месте из 9 с лишним тысяч участников. Такой себе, да, результат. Конечно, всегда хочется попасть туда, в рейтинг лидеров. Вот. Ну, и, конечно, я продолжу, продолжу, напоминаю, что призы, призы от UEFA на кону неплохие, неплохие. Это у нас там консоли, мяч, футболки, телевизор. В общем, ну, такие, знаете, я не могу сказать, что это прям вау, супер, автомобиль они не разыгрывают. Но, тем не менее, знаете, ради такого вот момента азарта присутствуют, присутствуют. Поэтому по предиктору у меня все. Перехожу к следующей части. Это те шоц-видео, которые я давал. Там все, знаете, так двояко будем говорить, двояко. Вот у нас табличка со всеми матчами. И, как вы видите, начал-то неплохо, шел отлично в плюсе. Показываю, если флетом идти, то, соответственно, по итогу при банке 10 тысяч идти флетом 3% от банка брать, то в минусе оказался именно минус 3% от банка. Да, минус не такой большой, но минус есть минус. Минус не плюс. И тут уже не поспоришь. Тут никак не хочу оправдываться. Вот. Концовка очень сильно, опять же, подвела. Вот этот третий тур прям не пошел у меня что в предикторе, что здесь. Я же все равно в предикторе даю прогнозы. От этого отталкиваюсь и смотрю дальше. Вот. Если смотреть по количеству побед и поражений из 36 матчей, у меня 20 победных прогнозов, поражений 14. И 2 возврата. Два возврата, да. Там были такие ровные ставки. Вот фора первых с нулем. Да, там ничья была. Дания-Сербия. И ТБ-2. Словения-Дания. Кстати, возвраты на Дании были. Вот так вот. Поэтому как-то так, скажу сразу, на чемпионате мира прогнозы давал. И как-то заходило гораздо лучше. Здесь сноровку потерял, потому что, скажу честно, отставок как-то так отошел, ну, если сравнивать с прошлым, значительно. И сноровку немножко растерял. Но, тем не менее, сейчас все равно погружаюсь, смотрю. И, ну, я не заставляю вас ставить. Я не принуждаю вас ставить. Просто смотрите, если нравятся мои прогнозы. Пользуйтесь. Не нравится? Спорьте со мной. Пишите комментарии. За это, кстати, вам спасибо. Комментарии вообще всегда супер. Иногда кто-то пишет очень развернутые классные комментарии. Я читаю, еще больше углубляюсь в составы. В общем, как-то вот так вот. Поэтому тем, кто пишет комментарии, ставит лайки, вам отдельный привет. У меня на сегодня все. У меня на сегодня все. Я в целом итоги группового этапа подвел. Теперь задача в плей-офф только-только в плюс. И наращивать, наращивать и наращивать. Ну, и напоследок, как всегда, гола-вейла там, где голы.